41-летняя Мария более двух лет прикована к постели. Пострадавшая с ужасом вспоминает день, когда ее жизнь перевернулась ног на голову. Женщина продавала кофе на староконном рынке, в то время как возле нее разгорелся конфликт между жителями Беляевского района. Один из них достал дробовик. Выстрелить во второго ему помешала именно Мария. А он вот так вот в людей держит ружье и целится. Второй, который с ним дрался, взял меня, схватил, вытянул вот так вот, потащил. Я еще с трудом, кто меня тащит, я вообще работаю. Я начинаю как хочу вырваться, а он меня так держит, что я не могу. И кричит, стреляй. А тот держал в голову из-за того, что он был сильно пьяный, рука раз упала и стрельнула в ногу. Женщине оторвало стопу, отсутствует часть коленного сустава и сломано бедро. После семи операций в ноге у пострадавших до сих пор более ста дробинок. Из-за того, что дроби в ноге очень много, они не могут их достать. Они и в сосудах, и в мясе, и в костях везде. Получилось, что когда это все оторвалось, мои брюки, сапог затянуло туда, и вот 10 месяцев они вот так все это вытягивали. Вот такие были раны. Сюда штырь поставили железный. Из-за того, что дроби и штырь железный, оно окисляется. И сейчас опять повторно надо разрезать и чистить. После третьей операции муж Марии бросил ее вместе с дочерью, забрав с собой карту, собранными на лечение деньгами. Семья еле сводит концы с концами, чтобы собрать необходимые суммы, им пришлось даже распродать свою мебель. Благодаря небезразличным людям ей уже удавалось собрать деньги на операцию в Черновцах. Однако в клинике лишь развели руками и посоветовали ампутировать ногу. Коленостоп врачам спасти все же удалось, но за колено браться никто не хотел. Тогда женщине посоветовали обратиться в столичную клинику. Я позвонила в Киев, они говорят, отправьте снимки. Снимки такие, чтобы полностью нога была, чтобы мы увидели, что у вас с ногой. Я отправила, они отправили в Германию. Германия первые снимки взяла, отказались. Потом взял вторые снимки, там где полностью нога, говорит, будем делать. Если операция пройдет успешно, женщина сможет ходить, однако ногу разгибать уже не будет никогда. Ортезирование будут проводить в военном госпитале. Стоимость операции более 5000 долларов. На данный момент осталось собрать 10 тысяч гривен. По словам Марии, ее бывший супруг построил на ее болезни бизнес. До сих пор просит в соцсетях скидывать деньги на его карту, якобы на помощь жене. При этом финансовую помощь не оказывает вовсе. Помочь одесситке можно, перечислив деньги на карту, номер которой вы видите на своих экранах. Нарина Щеглова, Игорь Лапчевский, телеканал Репортер.